Почему СССР развалился? Все это следствие этого предательства и того, что мы не справились с этими человеческими пороками. Это во многом была утопичная идея и их утопичное представление о том, как должно быть организовано общество. Пошел в магазин, продуктов нет. Империи должны распасться. Какой рай можно построить на классовой борьбе? Изначально эта идея была расстрелы, казармы и прочее. А что плохого в этом? В расстрелах и в казармах. Сто лет назад было создано новое государство – Союз Советских Социалистических Республик СССР. Это был самый грандиозный эксперимент в истории человечества. Создавались экономическая и политическая системы, каких еще не было. Это было первое государство, основанное на идеологии. Сегодня мы будем говорить о том, чего хотели добиться его создатели, что получилось на самом деле и почему это все так быстро развалилось. Отречемся от старого мира. Какая идея была красивая. Справедливость, равенство. Нет эксплуатации. Да, свободному труду для общего блага. И для новой жизни вырастим нового человека. Комунара, хомо коллективум, хомо советикус. Но вышло по-другому. Работа на капиталиста стала работой на государство. Крестьяне вернулись в эпоху крепостного права. Для несогласных – философский пароход или расстрельная стена. Эксперимент длиною в 70 лет показал. Государство – плохой собственник. Труд без стимула неэффективен. Плановая экономика не работает. А человека переделать невозможно. Он все норовит свить частное уютное гнездышко. Опыт не удался. Лабораторию закрыли. Имущество поделили по-братски. 30 лет прошло. А мы все поминаем покойничка добрым и недобрым словом. Ведь какая идея была красивая. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в моей студии. Здравствуйте. Итак, какое государство хотели создать основатели СССР? Да, я думаю, чтобы ответить на этот вопрос правильно, нам надо различать Советский строй и Советский Союз. Советский строй возник в 1917 году. И целью его была построение коммунизма на всем земном шаре. Общества, где не будет государства вообще. Где будет все общее, все принадлежащее в целом социуму. А Советский Союз СССР, созданный в 1922 году, был лишь инструментом для достижения этой цели. Инструментом для привлечения на сторону коммунистов, большевиков, народов в колонии, которые желали избавиться от своего угнетения. И которые рассматривали как ресурс для будущей мировой революции. Каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот этим большевики завоевали на самом деле Россию? И этим тоже. То есть, как говорил Троцкий, завоевали сочетание пропаганды, привлекательных идей, эффективной организацией и репрессивной политикой. Но это была попытка построения рая на земле, разве не так? Конечно. Да ну... Что да ну? Какой рай на земле? Я абсолютно согласен с коллегой в том, что Советский Союз рассматривался как ступенька на пути мирового коммунизма. То есть, это была основная идея. Но коммунизм это рай. Странный рай. Давайте нет. С комендантами и корючей проволокой. Коменданты изначально не предполагались. Александр, вот тут я хочу с вами солидаризироваться. Ведь рай хотели построить. Ну вот сидят уважаемые коллеги, спустя сто лет рассуждают с высоты своего исторического уже понимания того, что происходило в последний век и начинают рассуждать, как оно было, чего хотели. Давайте немножечко вернемся назад и поставим себя в те условия, которые были. Мы имели страну, которая распадалась еще до прихода, задолго до прихода большевиков к власти. На разные части. Это сделали, ну, можно сказать, олигархи, которые получили власть, отстранив царя. Что хотели построить те, кто основывал Советский Союз? Что хотели построить, Александр? Что хотели, объясните мне, что они хотели построить? Они хотели построить государство, основанное на социальной справедливости, на дружбе народов, на научном прогрессе. И во многом им это удалось. Поэтому священников расстрелять, поэтому создать казар. Константин, мы говорим о намерении, о намерении. Посмотрите, как жила элита тогда, да, и как жили массы. В основе была идея, тихо, спокойно, спокойно. Я не думал, что вы так вместо в карьеру рванете. Все-таки объясняем. В основе была идея справедливости, так? В основе идея, так? Да, объясняйте. Вместе с тем, справедливость для всего общества на всей планете. Это во многом была утопичная идея и их утопичное представление о том, как должно быть организовано общество. Неслучайно Троцкий заявлял, мы должны построить земшарную республику. И их идея, это распространить идею социализма, их цель распространить идею социализма на все пространство на земле. Государственный герб... Предполагалось, что социализм строится на территории всей земли. Но начинать нужно с территории тогдашней России, которая впоследствии сформировалась из осколков Российской империи в Советский Союз, как некий образец, витрину, привлекательную для тех, кто борется против... Это дарм для мировой революции. Вот и все. Он не удался. Он не удался. Но революция... Но, 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 но революция на земле не свершилась. Константин Александрович, не уходите, не уходите, стоп, не уходите, не уходите, подождите, не уходите. Пытались построить рай. Здесь мы согласны, ставим точку, так? Но не хотели они рай, какой рай можно построить на классовой борьбе? Ну, изначально-то была идея рая, чтобы всем было хорошо. У каждого свое восприятие рая. Рай на классовой борьбе. Стало лучше или хуже? Хуже. Хуже. А про межности и рая не говорят только ленивые. Либералы говорят, консерваторы говорят, эти говорят... Тихо, тихо. В какой момент... Спокойно, спокойно, товарищи. В какой... Товарищи. В какой момент... В какой момент... Господа, товарищи. В какой момент цель стала оправдывать средства? И ради построения рая на земле стало можно делать все, что угодно в России? Изначально эта идея была. Изначально эта идея была расстрелы, казармы там и прочее, прочее. А что плохого в этом? В расстрелах и в казармах. Плохого что? Что в этом плохого? Это что? Расстрел плохой. Чьи идеи писаете? Сам по себе. Все. Казарма плохая. Сама по себе. Денис, подождите. Не надо никаких аргументов. Подождите, Денис. Денис, он родился в год смерти СССР. Да, так получилось. Не знаю, к сожалению или к счастью. Не мешайте. У меня вот по поводу этого всего сложилось такое. Я не говорю сейчас про уже 80-е, 90-е годы. Я говорю именно про 70-е, 60-е. У людей было все. Была работа. Если ты хорошо работаешь, мы сейчас об этом поговорим. Про расстрелы. Поясните, пожалуйста. Про расстрелы. Для чего мы сейчас кормим людей в тех же тюрьмах, которые педофилы и прочее? Я все понимаю, что вы сейчас говорите, что я куда-то не туда ухожу. Но для чего это нужно? Да не туда, это ужас, вы говорите. Второй момент. Зачем мы кормим людей в тюрьмах? Люди, которые много воруют, 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 воруют. Все воровали. Ужас. Все приговоры, большинство приговоров отменены, были. Они реабилитированы в среду времени. Войну без крови вы где видели? У нас была война. У нас была война. Она была развязана теми, кто не хотел уходить. Я имею в виду, те, кто не надо было революцией делать. Денис, господа, развязали гражданскую войну. Стоп, 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 стоп. Все, мы продолжаем. Мы продолжаем. Как это часто бывает в массовом сознании. В нашем сознании, дорогие с вами товарищи и товарищи телезрители, СССР превратился в набор мифов, которые мы сейчас напомним, а потом разберем. Вот говорят, в СССР квартиры всем бесплатно давали. Просто так. На самом деле государство сдавало гражданам жилье в наем. И только тем, кто в очереди постоял. Квартир катастрофически не хватало. Потому повезло не всем. Кто-то так и не получил заветных ключей. Кто-то навсегда поселился в неликвидной комнате в общежитии. А еще легенды рассказывают о лучшем в мире образовании и медицине. Система здравоохранения обеспечила массовую вакцинацию, увеличила продолжительность жизни и снизила детскую смертность. Школа искоренила безграмотность. Все так. Но в дефиците эффективные лекарства. Новые технологии приходят с большим опозданием. Общественной науки, социология, экономика, психология просто не существуют. Образования и медицины в СССР были общедоступными, но не лучшими. Советский человек не индивидуалист какой-то, а часть большого коллектива. Это на демонстрации профсоюзные собрания ходили вместе. А вот частные вопросы советские люди решали в частном порядке. По знакомству устроить ребенка в садик, по блату достать шубу. Как говорят социологи, горизонтальные связи. И, наконец, главная заслуга СССР гражданин был уверен в завтрашнем дне. Тут не поспоришь. Советский человек знал, однажды попав в колею, все у него будет. Работа по распределению, профсоюзная путевка в санаторий и пенсия. Скромная жизнь для скромного невзыскательного человека. Зато без кризисов и черных вторников. Денис, вы добавите что-то к этим мифам? Или вы не считаете это мифами? Я не считаю это мифами. Я считаю это реальностью. Мои родители, моя бабушка с дедушкой получили квартиру. А дед работал на заводе. Начинал он это все средового сотрудника. Стоял у станка. Дальше он двигался по карьерной лестнице и достиг того, что ему выдали квартиру, ему выдали машину. Он до этого ничего не имел. Сейчас же, на тот момент, у него была и квартира, и машина. Денис, на примере своей семьи, на реальном примере, говорит о том, что была возможность получить квартиру, машину. Образование тоже было хорошее, раз он на это заработал. Ну, опять же, перебью вас немного по поводу образования. Он после школы пошел в институт. Государственный на тот момент институт не платил ни копейки. Он отучился, и он пошел дальше работать. Денис, который любит СССР, он прав? Да, ну нет, конечно. Денис прав. Давайте все-таки, мне кажется, нужно чуточку подняться от личных примеров, от личных переживаний и оценок. Давайте, если у нас дискуссия серьезная, вы же об этом говорили, давайте проанализируем. Так давайте на объективных данных рассуждать. Что было, я предлагаю вернуться. У нас было 75% людей неграмотные. У нас средняя продолжительность жизни какая была? 29 лет у мужчин и 31 год у женщин. Спустя несколько десятилетий советской власти мы вышли в лидеры по продолжительной жизни. У нас великолепное образование отстроено. В том числе наши вузы здесь на Урале. Чьим декретом созданы? Декретом Ленина. Лучшая наука технологий в современном мире. Александр, я подытоживаю, что вы хотите сказать. Стало гораздо лучше при СССР. Да безусловно. Антон, Денис прав. Про лучшее медицину, лучшее образование давали квартиры, давали машины. То, что квартиры давали, я могу согласиться. Но были ли они собственниками этих квартир, большой вопрос. Это не собственность. Что вас, кто выселить нужно? Кто вас выселялся? Количество людей, которые на улицу выселили. Вот сейчас вы ипотеку не заплатите и пойдете на улицу. Это не собственность. Это большая разница. Я не говорю о том, что было плохо. Александр, я не про это. Не про это. Квартиры давали. Количество людей, которым давали квартиру тогда в разы меньше, нежели количество людей, которые сегодня способны купить квартиру. Все. Заработать сами и купить такую квартиру. Мы изменили систему. Они купили Крущевку, которую строили километрами от Дмитрия и прочее. А Дмитрий, образование было лучше? Образование в технических сферах, образование в тех сферах, которые помогали советской власти сохранить паритет в гонке вооружений и в холодной войне, безусловно, соответствовало мировым стандартам качества. Евгений, медицина была лучше? Медицина? Нет. Образование было лучше, чем медицина. Медицина отставала, хромала, не хватало новой аппаратуры, не хватало лекарств. И продолжительность жизни стала расти только в 30-40-е годы, когда в 40-е годы появились стебиотики в СССР. А на Западе в 2020 году пенициллин появился. О чем мы говорим? Но давайте согласимся с тем, что уверенность в завтрашнем дне в СССР действительно была. Она была не у каждой категории населения. Вот здесь я готов вспомнить. Я говорю про поздний СССР. Про поздний СССР. Когда уже не расстреливали. Скажем так, тогда репрессии, они имели место. Но они носили, во-первых, выборочный характер. Был полностью изменен классовый характер. Я бы не сказал, что миллион. Все-таки не миллион. Репрессии носили избирательный характер. Сейчас работу нужно искать в СССР. Если тебе не было работы, тебя догоняют и заставляют работать. Труд был повинностью. Вместе с тем, вот эта уверенность в завтрашнем дне создавалась тем, что даже не имея образования, ты всегда сможешь себе заработать. Но труд будете работать, как будете жить на пособии? Александр, я говорю о том, что в СССР была уверенность в завтрашнем дне. Я это говорю. Да, да, конечно. Она была, безусловно. Это большая ценность. Посмотрите, к чему привел распад Союза. Что значит уверенность в завтрашнем дне? В минимальном социальном обеспечении человека. Но вместе с тем, ты ограничен в возможности выбрать средства для... Я вам объясню, что это в миллионах нерожденных граждан нашей страны, которые мы бы потеряли в ходе развала Союза. Вот эта демографическая яма 90-х, это в средстве, а графические страны, А вот сейчас мы продолжаем. Расцвет СССР пришелся на 60-е и 70-е. Мы первые вышли в космос. В 70-е наконец-то раскрепостили крестьян. СССР и союзники контролировали полмира. Уровень жизни в городах сравнялся с послевоенной Европой. Но почему он теперь превратился в застой, а СССР умер по меркам истории во младенчестве? Сейчас будем об этом говорить, а пока давайте посмотрим, как вспоминают СССР те, кто успел его застать. СССР не мог не распасться. Это объективная реальность. Ностальгия у многих об СССР – это не более чем воспоминания о молодости. Ощущение спокойствия и уверенности было. Да, было бедно, голодно и этим унизительно. Но у людей была общая идея – строительство своего светлого будущего. Государство – это мы, а жили мы в дефиците. О каком величии можно говорить, если элементарных вещей нет? Люди были явно добрее, а еще не было такого расслоения. Да, были более обеспечены и победнее, но такой пропасти, как сейчас, не было. Очень жаль, что руководители позволили Соросу развалить такую страну. Только сожаление. СССР считаю неудавшейся попыткой создать утопию. Идеология сильная. Хорошо ли, плохо ли – не в этом суть. Итак, после войны в 60-е и 70-е СССР был на пике могущества и расцвета. Все мифы об СССР связаны именно с этим периодом. Но почему расцвет, почему оттепель превратились в застой и развал? Почему экономика социалистическая проиграла? А в чем проиграла более конкретно? Да мы развалились потом, потому что… Да, смотрите. Бывешь ты импульс после Второй мировой войны, после победы. Был 20-летний импульс. Потому что был успех, был подъем, но потом он затух. Физика, импульс затухает. Вы какой-то идеалист, уважаемый товарищ. Невозможно экономики развиваться директивными методами. Это закон. Все. Нужно хитическая революция, когда вас проиграла. Давайте возьмем все это. Сейчас я вожу новое право. Подождите, сейчас будем говорить по очереди. Извините, я всегда говорю, давайте говорить весело и дружно, но сейчас по очереди. Почему? Почему СССР, экономика, экономика проиграла? Во-первых, не согласен с тезисом, что мы проиграли. Союз был развален врагами, которые были внутри. Все, не проиграли, развалили враги. Поняли, все. Сознательно. И надо понимать, что мы, я не согласен с тем, что мы проигрывали. Возьмите любую экономическую отрасль, научную, социальную, какую угодно. Мы были в лидерах среди всех стран мира. Потом перестали, я об этом спрашиваю, почему? И провалились сейчас при новой капиталистической власти. Хорошо. Константин, почему? Невозможно развитие экономики, новой экономики директивными методами. Все. И поэтому та система, которая была построена на том, что крестьян перевозили в города, это можно было тогда. Ну, когда-то крестьяне заканчиваются, начинается новый экономический уклад, который просто-напросто не терпит. Нет, подождите, вот сейчас будем разбираться. Димитрий, все, мы поняли. Директивных методов, да. Успехи в системе, в развитии системы советского образования порождают огромное количество людей с высшим образованием и с критическим отношением к окружающей действительности. Это порождает, в свою очередь, желание максимально удовлетворять свои потребности, интеллектуальные, информационные, для того, чтобы сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним и сравнивать, как ты живешь в окружающем мире, в чем ты уступаешь, в чем ты превосходишь. Советское общество закрыто, выезд за границу ограничен, либо просто для основной массы закрыт. Соответственно, у человека есть удовлетворение потребностей, в том числе материальных. А вот обеспечить растущие потребности, потому что в обществе, в мировом пространстве увеличиваются технологии и потребление становится массовым, в сравнении с начала с 20-м годом, когда оно элитарное. Не смогли. К сожалению, система не смогла... Почему экономика проиграла? Мы были вровень с Европой. Во-первых, все-таки правильно здесь уже говорили о том, что директивные методы не работают и принудительные методы не работают. Это во-первых. Во-вторых, даже те усилия, которые предпринимались внутри страны, страна-то ведь пыталась изменить свою собственную систему. Попытки реформ были. Но другое дело, что попытки этих реформ, опять же, уперлись в догматичность самой этой системы и все это привело к загниванию. Где успехи-то? То есть нет оправданной связи. Евгений, ваше решение. Экономика проиграла. Почему? Дайте Евгению сказать. Дали бы возможность Косыгину развить. Почему же такую-то говорят? Значит, смотрите. Экономика проиграла, потому что не смогла приспособиться к следующей энергетической революции 70-х годов. Когда персональные компьютеры появляются, когда идет инфрацизация экономики, это перестроить не получилось. Потому что это предвещало самой сути Советского Союза. Компьютерная техника? Да у нас буран. Персональная компьютерная техника. Вы же как-то боролся. Почему? Подождите, дайте сказать. Нет, я настаиваю, чтобы Евгений договорил. Я хочу, чтобы Евгений договорил. Александр, почему мы проиграли? Экономика. Да, в общем, я сказал про то, что они не приспособились к следующей технической революции. Это первое. А второе, да, был очень мощный успех после войны. Но потом начинают действовать новые силы, новые вызовы. И вот к ним уже приспособиться не смогли по причине того, что я сказал. Денис, ваша версия? Моя версия, да, я расстреливал. До этого сейчас, значит, смысл в чем? В моем видении. Да, конечно. Помогли. Дайте сказать. Помогли развалить Советский Союз. Потому что это было невыгодно той же Европе. То есть он развалился из-за внешних причин. Из-за внешних причин в том числе. Если смотреть на внутренние причины, были люди, которые способствовали тому, что это развалилось. Что развалилась экономика, развалился, был дефицит продуктов. Он случился почему? Он случился именно потому, что так было выгодно. Ну, то есть это злые силы. Моя версия, потому что не было обратной связи, потому что основатели решили пойти против человеческой природы. Не получилось. Опросы показывают, что чем дальше мы от СССР, тем больше мы его любим и тем сильнее тоскуем. И есть особое явление – тоска по СССР у тех, кто его не видел. Вот что знают об СССР молодые прохожие на улицах города. СССР – это Союз Советско-Социалистических Республик. Распался в 1991 году. Сначала был НЭП, потом уже военный коммунизм был. Полет в космос первый в 1961 году, в 12 апреля, Юрий Гагарин. Там был вратарь Лев Яшин, известный, вот именно в стиле футбола. Страна, победившая фашизм, победившая во Второй мировой войне. Правителями СССР были не правителями? – Представителями, так скажем, СССР. – Были Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. – По мнению старшего поколения, там было лучше, чем сейчас. Это я могу сказать. – Раньше в СССР входило больше стран, чем сейчас. И это переименовано в Российскую Федерацию. Денис, у меня к вам вопрос, уточняющий, что называется. Информация, на основе которой вы строите свои убеждения об СССР, у вас откуда, где вы ее берете? – Все началось, наверное, когда мне было 15-16 лет назад, тогда я увлекся именно автомобилями. После этого была техника, после этого уже начал читать какие-то информацию, литературу. – И вы нашли вот в этом всем то, что СССР был прекрасен, а его развалили внешние враги и внутренние враги тоже? – Да, и в этом тоже есть суть. Почему? Потому что взять 60-е, 70-е годы, там тогда было все хорошо. Но после получается дефицит. – И вот сейчас мы будем с вами говорить, вот тоже по очереди, извините, почему вот этот эксперимент закончился крахом. Извините, начнем с вас. Александр, я вами закончу, чтобы у вас было последнее слово. Оцените мой жест. – Хорошо. – Почему СССР развалился? – Снова возвращаясь к этой теме, развалился Советский Союз и в том числе из-за дефицита. Потому что людям стало плохо жить, то есть жить именно в плане бытовой. – Ну я согласен, кстати. – Да, то есть пошел в магазин, продуктов нет. – Согласен, ну да, терпеть это невозможно. – Дмитрий, почему по-вашему СССР развалился? – Первое, конечно же, это идеологический кризис. Причем сама правящая партия не стремилась его решить. Потому что вера декларирует... – Мы перестали верить в светлое будущее. – Причем, к сожалению, перестала верить в том числе и правящая номенклатура. – Еще коротко. – Далее, национальный вопрос, он очень сильно обострился в 80-е годы, потому что само формирование республик шло не по национальному признаку. И переплетение, а также перераспределение ресурсов из центра в пользу национальных республик приводило к тому, что там возникает ощущение, что они лучше развиваются. – Все, я согласен с вами в том, что на первом месте крах идеологии, потому что это была идеологическая империя. – Все-таки главная причина. Национальный вопрос – кадровый дефицит, дефицит кадров, способных воспринимать новшество и привносить их и реализовывать. – Да, то есть я согласен с Дмитрием, говорил, что нам сейчас защищать советский строй и СССР как форму государства. Советский строй рушится, потому что исчезает вера в коммунизм. То есть пытались в 70 лет не получилось, просто зачем дальше терпеть жизнь не такую, более бедную, более скудную, чем в других странах. – Это такие настроения в обществе первое, а второе – это то, что я говорю, что цель СССР – это антиколониальная борьба по всему миру, подъем отставых народов. И вот создаются в СССР региональные политические элиты, национальные элиты, которые не заинтересованы в существовании СССР, а в том, что свое независимое государство создает. – Согласен, исчез ответ на вопрос. Ребята, а что мы здесь делаем, при том, что жрать здесь что-то не очень? Нечего здесь делать, идем дальше. Константин, в вашей версии. – Есть исторические закономерности, которые говорят одно – империи должны распасться. Все. И 60-е, и 70-е годы – это распад всех империй, какими бы они ни были, в том числе идеологическими. Империя распадается. Это объективная историческая закономерность. – Но я тоже согласен в том, что конструкция была изначально неудачной, не могла нервничать. – И чем раньше бы он распался, тем было бы лучше, тем мы бы шагнули бы дальше, 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 экономически и социально, и как угодно. – Антон, что скажете вы? – Вы знаете, я просто сегодня здесь присутствую. Я хочу сразу сказать, что я не говорю о том, что в целом страна – это плохо. – Мы не говорим, что страна – это плохо. – Нет, просто, получается, я всегда выступаю в сторону того, что жилось плохо, но это не означает, что страна плохая. Я говорю о том, что страну нужно было сохранить. Я говорю о том, что те принципы, на которых все… – Ее можно было сохранить? – Да нет, конечно. – Можно. Я сторонник того, что государство должно существовать. Мы сильное государство, и мы должны были бороться за его сохранение. И ЛДПР в 1991 году вышло тогда в защиту Советского Союза, как раз таки, не за КПСС, но против Советского, против коммунистов. Не нужно было заквашивать на тех дрожжах, которые изначально тогда существовали. Не нужно было классовые подходы, не нужны были директивные методы, вся эта догматичность. Все это приводило к тому, что система была заскорузлана, не работала. – Догматизм. Нет обратной связи. Поэтому. Александр, вы говорите у нас последним. Почему, по-вашему, Советский Союз перестал существовать? – Главная причина одна. Потому что система не могла справиться с человеческими пороками, из-за которых во главе государства оказались такие люди, как Яковлев, Ельцин, Горбачев, которые впоследствии уже открыто признались, что не будем мешать. – Не будем мешать. – Потому что они хотели буржуазной контрреволюции и хотели те богатства, которые существовали и были созданы за 70 лет существования Советского Союза, раздать узкому кругу новых богатых людей, новых капиталистов. Что, собственно, и произошло. – Вот главная причина. И вот почему мы оказались здесь, где мы сейчас оказались. Вот почему идут сейчас вооруженные конфликты на территории нашей страны. Все это следствие этого предательства и того, что мы не справились с этими человеческими пороками. – Спасибо большое. В этот раз не будем спорить. Будем спорить в следующий раз. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Комментируйте. Я все читаю, отвечаю. Еще раз повторяю. Если по делу. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом. И смотрите нас еще. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok